Привет, InMyRoom, рада вас видеть, проходите. Меня зовут Маджара Анна, я архитектор-дизайнер, в профессии я где-то с 2012 года. Мои заказчики это молодая амбициозная пара, на момент знакомства с ними у них только родился ребенок, так и основной моей задачей было в одной комнате, поскольку квартира однокомнатная, разместить все необходимое для семьи. Одной из просьб заказчиков было сохранить полку, которая с ними кочевала из квартиры в квартиру, и, собственно, история всего интерьера, наверное, завязалась вокруг нее, поскольку цвет очень акцентный, мы должны были его где-то поддержать. Заказчики хотели поскорее въехать в квартиру, поэтому мы сделали ремонт достаточно быстро, где-то за три месяца. Хорошая планировка это всегда компромисс, поэтому заказчики вместо шкафа в прихожей выбрали одну большую систему хранения в общей комнате. Из систем хранения в прихожей у нас есть вот такой большой комод, в котором мы разместили обувь и мелочь, которая необходима в этой зоне. Концепцию прихожей задала вот такая интересная акцентная плитка, которую мы поддержали цветом стен в двух полоскостях, по большой и кусочек на кухне. Заказчики хотели в зоне прихожей разместить какую-то люстру, но поскольку не очень правильная конфигурация и небольшой есть кусочек вытянутого коридора, хотелось что-то интересное. Я предложила вот такую лампу паука, которая у нас перешла в зону кухни. В зоне прихожей у нас есть вот такой вот открытый угол, и если бы он был в покраске, он был бы более уязвим, поэтому мы решили заклеить все обоим. В ванной мы использовали испанскую плитку Equip с вот таким вот состаренным эффектом. Плитка вся между собой идеально сочетается, поскольку это одна коллекция. Как я уже говорила, хорошая планировка это всегда компромисс, и в данном случае заказчики пожертвовали большой столешницей с раковиной в пользу открытых полок. Здесь у нас зашита инсталляция, полочка продлена до стенки, соответственно, образовалась дополнительная система хранения в зоне раковины. Полки делали на заказ, они у нас из дерева и продублированы вот по этой стенке. В ванной мы использовали комбинацию плитки и покраски, во-первых, потому что это экономнее, а второе, эстетичнее. В зоне стиральной машинки плитка вообще не нужна, поэтому она у нас вся крашеная. Заказчики творческие люди, поэтому они не хотели какую-то стандартную кухню, и мы придумали вот такие решения с частично открытыми полками. С этой стороны у нас вентиляционный короб. Достроив нишу, мы поставили туда холодильник, а разницу глубины скрыли вот такой полочкой. На кухне мы использовали два сценария освещения. Это подвесной светильник под столом и общий свет вдоль кухни. Чтобы не дробить маленькое пространство, мы объединили зону прихожей и зону кухни одной плиткой, и нижние фасады кухни по цвету подобрали к плитке. Поскольку это единственная комната, нам нужно было разместить все. Здесь у нас система хранения во всю стенку, спальная зона и детская зона. Я уже говорила, настроение этой комнаты задавала полка, которая сохранилась у заказчиков. Здесь мы использовали в отделке краску горчичного цвета Little Green и дизайнерские обои фабрики Бороста Петер, коллекция Ханны Верлинг, Вундерленд. Я знаю, многие дизайнеры против использования ламината, но Велерой Бош не столько высокого качества, что не каждый профессионал с первого взгляда отличит его от паркетной доски. Безусловно, центром этой комнаты является кровать, которую мы приобрели на InMyRoom. Она настолько удобная, что совмещает в себе функцию дивана, что очень удобно смотреть телевизор, который находится напротив. Светильники мы тоже приобрели на InMyRoom. Единственный минус, здесь не было авторского надзора, поэтому их повесили слишком низко и они перекрывают наши выключатели. Этот шкаф – это единственная система хранения для всей квартиры, поэтому здесь мы разместили и гардеробную зону, и хозблок. Графичность присутствует во всей комнате, начиная от стен, заканчивая фасадами всей мебели. Также здесь у нас расположилась детская зона, в которой очень удачно стала кроватка и контейнер с игрушками. Рабочая зона для заказчиков-фрилансеров разместилась на утепленной лоджии. InMyRoom, спасибо большое, что пришли, надеюсь, еще увидимся. Пока-пока!